Всем большой привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас будет видео тег, тег про еду, где я отвечу на несколько вопросов. Для удобства я уже переписала их себе в блокнот. И прежде чем я начну отвечать, я хочу сказать, что этот тег мне передала замечательная девушка, блогер Рамиля. На ее канал ссылку я обязательно оставлю внизу в описании, чтобы вы могли зайти и посмотреть на то, как ответила на эти вопросы она. Ну а также, чтобы просто посмотреть на ее канал, у нее много различных видео интересных, и о покупке косметики, и пустых баночек. В общем, есть что посмотреть. А также досмотрите мое видео до конца, потому что в конце я тоже передам этот тег. Ну и давайте, собственно, начнем. И первый вопрос. Какой твой вес? Вообще, мой стандартный вес это 45 кг. До родов я именно столько и весила. После родов я взвешивалась где-то через 3 месяца, и у меня было, по-моему, 49 кг, я уже точно не помню. Вот, сейчас я по себе чувствую, что у меня уже меньше, но я сейчас не взвешиваюсь, вообще давно не взвешивалась, поэтому точно сказать не могу. Ну где-то, наверное, 47, я думаю, ну не совсем 45, как было до родов. Дальше. Сколько раз в день ты ешь? Вот у меня такое вообще, я не знаю, у меня бывает, знаете, я могу целыми днями есть, 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 бывает такой аппетит, и всегда хочется кушать. А бывает наоборот, что я могу вообще весь день ничего не есть, пить только просто чай, и у меня не будет желания даже ничего покушать. Поэтому вот у меня так непонятно, я когда-то ем, когда-то не ем, определенного такого режима или графика еды у меня нет, и я не могу сказать, сколько раз в день я точно ем. Но вот у меня есть такая привычка, я обязательно ем на ночь. Вот я пока не поем, я не усну. Дальше. Ешь ли ты ночью? Так, чтобы я проснулась и стала поесть? Нет, такого нет. Я ем на ночь, перед сном. Четвертый вопрос. Какую кухню предпочитаешь? Ну, какой-то определенной кухни у меня нет. Я люблю обычную русскую нормальную еду, борщи там какие-нибудь, пельмени. Ну, я также люблю, например, японские там суши, роллы, не откажусь, или какие-нибудь бургеры, гамбургеры, иногда тоже могу себе позволить. Поэтому определенной какой-то одной кухни у меня нет. Пятое. Любишь сладкое? Если да, то какой твой любимый десерт? Сладкое я вообще обожаю, я сладкоежка еще та. Вообще, в последнее время я даже и дня не могу прожить, чтобы не съесть чего-то сладкого. Вот прям мне хочется и все. И мое любимое из сладкого – это торт Прага. Вот я люблю его, обожаю, не знаю, вообще в последнее время я даже никакие другие, в принципе, не ем. Ем только именно Прагу. И началось это все у меня, наверное, с того, когда я была беременная, я вот прям подсела на этот торт. Вот мне хотелось вот этого шоколада, вот именно, я не знаю, я ела картошку, пирожные и вот торт Прага. И вот после беременности, даже после родов, у меня эта любовь к Праге осталась до сих пор, и сейчас я его до сих пор, ну, просто обожаю. Ну, шестое, покупаешь ли ты еду в фастфудах, если да, то какую? Ну, так, чтобы просто вот покупать еду домой, да, вместо ужина есть фастфуд, нет, такого нету. Ну, а когда мы гуляем там в торговом центре, то мы, конечно же, обязательно заходим вот эти в ресторанные дворики, обязательно там что-нибудь возьмем себе. Обычно я беру картошку фри, там, ну, с соусом, конечно же. Соус люблю сырный, да, кетчуп редко беру. Вот, и беру гамбургер какой-нибудь, не гамбургер, а беру чикенбургер. Обязательно чикен, потому что мне надо, чтобы было с курицей, я не ем говядину. Вот, да, в основном это самое основное. А так из напитков беру когда что, по настроению. Наггинсы никогда не беру, кстати. Седьмое. Сколько времени тратишь на приготовление еды? Ну, смотря на приготовление какой еды, потому что смотря, что готовлю. Ну, в среднем где-то час, я думаю, час, да. Когда-то бывает больше, когда-то бывает меньше. Ну, все зависит от того, что я готовлю. Восьмое. Какой твой любимый предмет-помощник на кухне? У меня есть вот такая вот штукенция. Я не знаю, как она называется, правда, но я делаю при помощи нее вареники. Вообще классная штука, кстати. Очень мне она нравится. Удобнее ею делать вареники. Мало того, что удобно, еще и быстро. И они все-таки одинаковые получаются. В общем, я не знаю. Последняя, она у меня когда появилась? Года три назад, наверное. Вот все эти три года я уже делаю именно при помощи нее вареники. Тем более, мы не покупаем никогда полфабрикаты. Я делаю всегда их дома, все эти заготовки, все эти полфабрикаты. И вот эта вот штука мне прям в помощь. Девятое. Любишь ли ты экспериментировать на кухне или ешь одну и ту же еду? Ну, конечно, одну и ту же мы не едим, потому что, ну как, тут даже отвечать нечего. Экспериментировать люблю, да. Люблю, пробую что-то новенькое. Частенько на ютубе так попадаются какие-то интересные рецепты, которые я потом тоже пробую делать. Много очень нравится, кстати, да. Дальше. Десятый вопрос. Сколько времени тратишь на трапезу? Ну, вообще, мне бы в последнее время очень бы хотелось поесть, так не торопясь, насладиться едой. Но с маленьким ребенком это, конечно же, невозможно. Приходится вот так вот все это есть. Поэтому очень быстро я ем сейчас. Одиннадцатое. Сидела ли ты когда-нибудь на диете? Хоть у меня и такой достаточно нормальный вес, я бы сказала, но да, я, как и все нормальные девчонки, сидела на диете. Но моя диета длилась максимум, наверное, 3 дня. Я не знаю, у меня нет силы, боль вообще никакой. Я раньше думала, ой, если бы я была полная, я бы легко похудела. Но нет, я даже вот просто пару дней, все, я прям мучаюсь, я не могу, я хочу то, я хочу все, и диета для меня это просто сущий ад. И, кстати, пока речь зашла именно об этом, я хочу сказать, что я хочу, вот в последнее время у меня появилось такое желание сбросить пару килограмм, чтобы вернуться к тому весу, какому я была до беременности. И на одном канале я нашла такую интересную диету, да, наверное, это диета, которая называется 6 лепестков. Это диета за 6 дней получается. 6 дней, это как один круг. И, короче, такая интересная диета, там просто суть ее в том, чтобы, вот, например, первый день этой диеты нужно есть только рыбу. Второй день диеты нужно есть только овощи. И вот там, в общем-то, очень такая интересная мне показалась диета. И раньше я о ней вообще ничего не слышала, если честно. Вот услышала в первый раз именно на этом канале. Кому интересно, я, кстати, оставлю ссылку на этот канал. Я оставлю на первое видео из этой диеты. Там девушка ведет видео-дневник, как бы онлайн-дневник похудения. Точно не могу сказать. В общем, зайдете, сами посмотрите. И, в общем, даже после первого дня уже были какие-то результаты. Поэтому меня эта диета заинтересовала. И хочу тоже попробовать. Так, ну давайте дальше. Осталось всего пару вопросов. 12-й. Ходишь ли ты в зал? Нет, в зал я не хожу. Какой мне зал? У меня тут целыми днями беготня, круга дня. С ребенком мне вот только залы не хватало. И последний вопрос. Кто передал ТЭК и кому передаешь его ты? ТЭК мне передала Рамиля, я уже сказала. Я же, в свою очередь, передаю ТЭК замечательной девушке-блогеру из Ростова, Аннике. В ее канале можно посмотреть много различных влогов, прогулок по Ростову, различных покупок. Каких-то рецептов очень интересных. Поэтому заходите просто даже на ее канал. Ссылка будет в описании. И посмотрите на ее видео. Ну а я с вами прощаюсь. Я ответила на все вопросы. Обязательно разворачивайте описание. Переходите по ссылочкам. Смотрите видео. Ну а для тех, кто в первый раз на моем канале, подписывайтесь на мой канал. Не жалейте лайков. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok